По словам жителей Гагаузии, они пришли на митинг, чтобы активно высказать свою позицию и задать вопросы, касающиеся развития Гагаузии. О том, чтобы нам было хорошо, чтобы нам пенсии повысили не настолько, сколько они повысили, а сколько положено с инфляцией. Некоторые вышли раньше, некоторые попозже. Всем сделала по 2000, не надо было делать так. Это несправедливо. Пусть попробует она сама на 2600 лет прожить и лекарства покупать, и услуги платить, и всё. И что? Нам тогда не надо совсем кушать. Зарплаты низкие, не повышают их. Только газ повышается, всё. То есть продукты дорожают, всё. Пенсию подняла, чтобы людям зарплаты подняла. Пенсионеры с протянутой рукой ходят. Гагаузский народ – это единый народ. И всегда будет бороться за свои права. Представители власти Гагаузии считают, что республиканские власти должны учитывать мнение местного населения, касающиеся развития региона. Такой взгляд высказал первый заместитель председателя исполкома Гагаузии Илья Узун. Мы, как патриоты гагаузской автономии, мы видим, что оппозиция борется за права молдавских граждан. Потому что мы гагаузские граждане, мы тоже граждане страны. Такого же мнения придерживается советник Башкана Гагаузии Михаил Влах. Они уже, по сути, сделали гагаузскую автономию обычным районом. Они говорят, мы будем общаться с примарами, мы будем общаться с народом, будем защищать закон. Но, друзья мои, мы так не договаривались. Наши отцы-основатели так не договаривались. У нас был другой договор. И это договор с законом об особом правовом статусе. Мы не просим уже, а мы требуем чтить и уважать. Ожидания людей оказались напрасными. Прибытия президента они не дождались. Мы сегодня хотим передать месседж нашему президенту и вообще всей власти Республики Молдова, что нельзя сегодня игнорировать местные власти и приезжать на территорию Гагаузии, как в свой родной дом и хозяйничать здесь. Сегодня я считаю, что нужно иметь какое-то уважение ко всем народным избранникам и не унижать, пожалуйста, нашу гагаузскую автономию. Мы хотим, чтобы решился вопрос, связанный с башканом Гагаузии. Во-вторых, чтобы пенсии повысились. В-третьих, чтобы молодёжь вернулась из-за рубежа. Мы хотим, чтобы эти вопросы были решены. Главное, чтобы башкана утвердили в правительстве. Столько людей для этого собрались. Мы хотим, чтобы глава региона нормально работала. Мы её избрали. Президент должна нас понять. И пенсии, чтобы повысили. Если она приехала, пусть будет всё по законам. Жители Гагаузии не смогли задать интересующие их вопросы главе государства. На трассе при въезде в село Кангас, где они ожидали, президент так и не появилось. Олег Глотко, Григорий Ставилов, Мария Казаку, Новости ГРТ.